Привет, друзья! Уверен, что многие из вас, прочитав только часть названия этого видео, подумали что-то вроде «ну всё, а Стапа, как говорится, понесло, снова у него здесь пончики». На самом деле, это, конечно, никакие не пончики, это яблоки в кляре, просто из-за формы, и дырочки в центре, они напоминают всем знакомые нам донатсы. Но несмотря на то, что это не пончики, это не менее вкусно, и также, несмотря на фритюр, здесь всё-таки меньше теста, больше фруктов, а значит, менее вредно. Первым делом отделяем белки от желтков. Белки сразу накрываем плёнкой и убираем в холодильник, пока они нам не понадобятся. В чашу для смешивания просеиваем муку, и туда же отправляем желтки и щепотку соли. Всё это смешиваем, и понемногу начинаем вливать пиво. Да-да, пиво! Его мы будем использовать вместо дрожжей, чтобы тесто получилось более воздушное. Вливаем его постепенно, замешивая тесто. Делаем это лопаткой или венчиком, но ни в коем случае не миксером, иначе потеряете всю воздушность теста. Венчиком я пользуюсь для того, чтобы удобнее было разбивать все комочки. После того, как влили всё пиво, начинаем вливать молоко, также продолжая всё смешивать. Соединяем всё в однородную смесь, без явных крупных комочков, и в самом конце вливаем немного растительного масла. Снова всё хорошо перемешиваем, накрываем плёнкой и отправляем чашу в тёплое место на 2-2,5 часа настояться, чтобы благодаря пиву в тесте начался процесс ферментации. Где-то за 20-30 минут до того, как тесто будет готово к следующему этапу, начинаем заниматься яблоками. Избавляемся от сердцевины и очищаем от кожуры. Кстати, яблоки обязательно берите сладкие и не слишком жёсткие, чтобы в результате в кляре получилась более нежная и сочная начинка. Нарезаем кружками толщиной где-то 8 мм. И раскладываем на доске или на тарелке. Присыпаем сахарной пудрой с одной стороны, переворачиваем, присыпаем с другой. И немного сбрызгиваем коньяком или кальвадосом, просто для аромата. Конечно, если алкоголь не употребляете, этот шаг, как всегда, можете пропустить. Хочу сразу заметить, что в результате после температурной обработки и от пива, и от коньяка, в общем, от алкоголя не останется и следа. Накрываем кружки яблок плёнкой и оставляем буквально на 20 минут настояться. Достало время вернуться к тесту и к белкам, оставленным в холодильнике. Добавляем к ним щепотку соли и взбиваем в стойкую пену. Это можно сделать с помощью миксера или вручную с помощью венчика. Взбитые белки вводим тщательно и аккуратно в настоявшееся тесто, нежно перемешивая всё до однородности. В результате получается такой кремовый воздушный кляр. В глубокой посуде разогреваем масло. Готовность можно проверить с помощью деревянной лопатки. Помещаем её в горячее масло. Если активно побежали мелкие пузыри, значит можно жарить яблоки. Помещаем кружки яблок в кляр, хорошо купаем там со всех сторон и с помощью вилки аккуратно перемещаем в горящее масло. Жарим на одной стороне, переворачиваем на другую пару раз туда-сюда и так до образования красивой аппетитной золотистой корочки. Смотрите, чтобы ваши пончики яблоки не подгорели. И старайтесь избавляться от кусочков кляра, которые вдруг внезапно отправились в свободное плавание, чтобы они не горели в масле. Готовые яблоки выкладываем на решётку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитать лишний жир. Как завершающий штрих можно использовать мелкий сахар, смешанный с молотой корицей. Обваливаем в нём яблоки с двух сторон и готово. Или, как вариант, можно просто присыпать сахарной пудрой. Тоже будет очень вкусно. Нежный, слегка хрустящий кляр. Абсолютно мягкое, сочное яблоко внутри. Но это очень вкусно. Но, хочу сказать, вкуснее всего именно в свежем виде. И лучше всего на завтрак. В общем, срочно всем на кухню готовить. Подробный рецепт, как всегда, сможете найти в блоге. С вами был Саша, Кукин Тайм. Пока-пока! Саша, Кукин Тайм.